Стекло для современного человека стало чем-то вполне обыденным. Мы привыкли видеть его каждый день в окнах домов, пользоваться стеклянной посудой, очками, зеркалами и многим другим. Стекло прочно вошло в нашу жизнь и применяется практически везде. Археологические источники свидетельствуют, что искусственное стекло впервые было произведено на Сирийском побережье, в Месопотамии или в Древнем Египте. Большая часть древнейших изделий из стекла была найдена в Египте, благодаря благоприятным для сохранения стекла климатическим условиям, но возможно, что некоторые из этих изделий были везены в Египет. Древнейшие стеклянные объекты датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Это стеклянные шарики, которые могли случайно получиться в процессе изготовления металла или керамики. Естественным образом произведенное стекло, в особенности вулканическое стекло, обсидиан, использовалось еще в каменном веке для обработки режущих инструментов. Так как такой материал был редкостью, он стал выгодным товаром. Давайте же разберемся в процессе производства стекла. Производство стекла, что вечный двигатель, на заводе беспрерывно выпускается стекло без единого перерыва. В случае остановки, стекло в печи застынет и огромную печь придется демонтировать и устанавливать новую. Давайте разберемся в процессе производства стекла. Начинается все с того, что на завод по производству привозят все необходимые вещества. Основные компоненты из чего делают стекло это кварцевый песок, доламид, сода, известно. Все вещества проходят подготовительную обработку. Песок очищают от примесей железа, доламид и известь измельчают в дробилке. После чего все вещества смешиваются и на этом этапе также вмешивают компоненты, нужные для придания определенных свойств. Вся эта смесь называется шихтой. Шихта, это уже полностью готовая к дальнейшей обработке смесь, то есть это уже конкретно то, из чего делают стекло. Начинается технологический процесс по изготовлению стекла. Готовая шихта по конвейеру попадает в бункеры, из которых засыпается в погрузчик. И уже погрузчик заталкивает ее в печь. Так как температура здесь колеблется от 1200 до 1600 градусов. При такой температуре шихта превращается в стекломассу. Продолжение следует... Из печи эта стекломасса сначала попадает в резервуар с мешалкой. А после того, как она хорошо размешается, вытекает в студочную камеру. Здесь она остужается примерно до 1000 градусов. Из студочной части стекломасса попадает во флот ванну. На этом этапе происходит интересный процесс. Флот ванна представляет собой ванну с расплавленным оловом, температура которого около 600-700 градусов по Цельсию. Поэтому олову стекломасса буквально плывет и немного остывает. Именно благодаря этой технологии она приобретает практически идеальную плоскость. После ванны с оловым стекло попадает на ленту обжига, прокатываясь по которому оно постепенно остывает. Следующий этап, это нарезка ленты на листы стекла. Здесь применяется очень хитрая технология. Нарезка происходит прямо на ленте, что значительно ускоряет весь процесс изготовления стекла. Продолжение следует... Продолжение следует...